Игорь Яковенко, российский журналист и социолог, с нами на связи. Игорь Александрович, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Много уже действительно и обсуждали за эти дни, много говорили. Но вот складывается действительно такое впечатление на протяжении этих нескольких дней, что у Путина действительно было такое, вот фактически, да, говорю как есть, возможно, вы меня поправите, именно маниакальное желание вернуть именно Красикова. Те другие, это другая история, да, абсолютно. Но вот именно Красиков, вот этот персонаж, необходим был лично Путину. У вас, да, поправите, возможно, у меня тут свое мнение по поводу возвращения и обмена Красикова. Для чего так Путину необходим он здесь сегодня и сейчас в Кремле? Ну, здесь я совершенно с вами согласен. Для него вообще весь этот обмен мог состояться только благодаря тому, что Путину нужен был Красиков. Он, собственно говоря, и не скрывал это, он неоднократно об этом прямо говорил. В частности, в интервью с Такером Карлсоном он говорил о том, что ему нужен именно Красиков. Ну, тут можно сколько угодно. Я знаю о неких таких частичных конспирологических версиях о том, что Красиков сыграл какую-то существенную роль в приходу Путина к власти. Ну, я здесь не могу ничего комментировать, поскольку вот спецоперация «Приемник», она, что называется, под микроскопом была исследована. И никакого Красикова там близко не было. Ну, вот, по крайней мере, сейчас возникают такие версии. Разговор о том, что Красиков имел какое-то отношение к убийству Собчака, если это убийство вообще, в принципе, было, тоже я оставлю без комментариев. Потому что, ну, мне представляется, что это, в общем, такая довольно, ну, скажем, безосновательная лютая конспирология. Причины того, почему Путин вытаскивал таким образом Красиков, они, мне кажется, на поверхности. Здесь, что называется, надо применить бритву Акама и не искать какие-то дополнительные сущности. Для Путина Красиков очень свой. Это действительно ФСБшник. Это человек, который, так сказать, совершает убийство. Поэтому Путин тоже убийца. Путин тоже ФСБшник. И поэтому, что называется, Путин вытаскивал своего. И здесь действительно его заявление о том, что своих не бросают. Но он действительно, Красиков, это был такой вот свой. Кто по, так сказать, по приказу убивал людей. Значит, для Путина принципиально важно было показать всем следующим исполнителям. Понимаете, у него виды на террористические убийства очень большие. И поэтому ему нужно было показать всем дальнейшим террористам, которые по его приказу будут уничтожать людей за границей, что, что называется, он их не бросит. Вот это принципиальная вещь, поэтому для него, конечно, освобождение Красикова, получение Красикова, его вытаскивание из тюрьмы было, безусловно, сверхзадачей. Он в известной степени действительно был как-то, что называется, зафиксирован на этом персонаже. У него это была такая идея фикса. Здесь можно согласиться. И только благодаря этому стала возможна вся вот эта вот гигантская спецоперация по небывалому обмену. Говорят, что такой обмен был крупнейший со времен Холодной войны. Да и во время Холодной войны ничего похожего не было. Ничего похожего не было. Чтобы семь государств участвовали, чтобы столь, так сказать, разнородные участники этого обмена были, этого не было ничего, ничего похожего. Поэтому это действительно грандиозная операция. Я в целом хочу сказать, что с моей точки зрения, несмотря на то, что Путину удалось вытащить своего, так сказать, любимого Красикова, в целом я считаю, что это операция, безусловно, в пользу нормальных стран. В пользу, так сказать, выиграли, конечно, западные страны здесь. Потому что, во-первых, и количество здесь восемь, так сказать, упырей против шестнадцати узников совести. Явный счет не в пользу Путина. Ну и кроме всего прочего, все разговоры о том, что вот, значит, освободили убийцу, освободили шпионов, но они все уже, они уже, что называется, их профессиональные навыки больше никогда не пригодятся. Потому что того же Красикова уже за границу не пошлешь убивать. Тех же шпионов, которые были возвращены, их тоже шпионская карьера закончена. Поэтому, да, так сказать, вот такая вот моральная сторона вопроса, что Путин может теперь обещать всем своим наймитам, убийцам и шпионам, что он их вытащит. Ну, это да, присутствует. Но здесь есть одно важное обстоятельство, о котором я тоже хочу сказать. Я думаю, что вот эта вся история, она показывает, что и западным странам, и российским оппозиционерам надо из этого извлечь урок серьезный. Потому что идет война. И, по сути дела, то, что произошло, это обмен военно-пленными. То есть, и поэтому не надо сдаваться в плен добровольно. Для западных стран, мне кажется, очень актуален сейчас опыт Израиля, который на законодательном уровне запрещает гражданам Израиля посещать те страны, где их могут взять в плен, где могут взять их в качестве заложников или убить. Это законодательно запрещено там. Иран, Сирия, значит, целый ряд других государств законодательно в Израиле запрещено там появляться гражданам Израиля. Для того, чтобы не создавать обменный фонд. А вот аналогичным образом, мне кажется, назрело уже в законодательстве западных стран строгий запрет посещать Россию. Для того, чтобы потом не пришлось освобождать убийц, чтобы их вытаскивать. Ну и что касается российских оппозиционеров, если занимаешься политической деятельностью, надо уезжать из России. Не надо создавать, не надо Путину создавать обменный фонд. Вот, мне кажется, это те выводы, которые надо сделать из этого, безусловно, очень положительного для нормальных людей обмена. Да, Игорь Александрович, спасибо, что вы все эти аспекты затронули. Как раз все вопросы хотела вам по этой теме и адресовать, и отдельные, и по тем оппозиционерам, которые были освобождены. Да, и потому, как на протяжении нескольких дней мы можем даже кейсы Эвана Гершковича вспомнить. Не просто так создавался этот обменный фонд, и не просто так действовал Кремль. Знали, кого брать. И вот как раз сегодня уже можем говорить, для чего и для чего этот обмен происходил. Вам огромная благодарность, Игорь Александрович. Обязательно увидимся. Игорь Яковенко, российский журналист и социолог, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.